Всем добрый вечер, с вами Ханна Зельцер и я безумно-безумно рада вернуться к нашим эфирам. И сегодня мы с вами поговорим о такой волнующей теме. Наверняка каждый задавался вопросом, зачем нам столько течений в иудаизме, зачем мы такие, почему мы такие разные, да, у каждого разный уровень соблюдения, все между собой спорят, да, кто больше устражается, кто меньше. И это очень частая тема для дискуссий, почему в иудаизме столько течений. И всем доброго вечера и добро пожаловать на наш эфир. Так вот, заглянем мы в нашу историю, в нашу Тору, да, это Тора, это наша жизнь, и мы в нее заглянем и посмотрим, откуда это вообще произошло, откуда это взялось. И это произошло от нашего праотца Якова, у которого было 12 сыновей, и произошло разделение на 12 колен и знания Израиля, наверняка вы о них уже слышали. Произошло такое разделение, у каждого был свой флаг, у каждого был свой удел в земле Израиля. Более того, что еще более усугубляет нашу ситуацию, это то, что Всевышний приказал эти колена не смешивать. Он сказал, у каждого есть свой удел, и ни в коем случае нельзя смешиваться, да, ты живешь здесь, все, у тебя свои правила. Теперь, почему Всевышний разделил нас всех на 12 колен, да, почему сейчас столько течений, да, вот мы задаем вопрос. Окей, мы уже видим в Торе, где произошло вот это вот разделение, да, это еще произошло на разделении 12 колен, но зачем Всевышний это сделал? И для того, чтобы это очень вот так легко понять, мы представим себе на примере царя, у которого есть своя армия. Представьте, если бы армия царя состояла бы только из летчиков. Какая это армия? Сильная или слабая? Конечно, это слабая армия, да, только летчики. А вдруг у тебя сейчас кто-то нападет именно там пешком, или только танкисты у армии, у царя, да? То есть это не работает. Нет, для полноценной армии, для того, чтобы она полностью функционировала, да, нужны все, нужны и летчики, и пехотинцы, и танкисты, и солдаты, обычные рядовые, и офицеры, да, то есть на этом примере. Мы таки, да, видим, что нужны все. Так и мы. Мы, грубо говоря, да, как армия Всевышнего. Всевышнему дорого любое наше течение, да? И, как сказано, что у Торы есть 70 лиц Торы и 70 путей к постижению Торы, да? У нас у каждого есть своя задача в этом мире. У нас у каждого есть свой уровень соблюдения в этом мире, да? Когда человек, который не соблюдает вообще ничего, вдруг зажигает шабатние свечи, представьте, как приятно это Всевышнему, да? Или же, когда человек, который уже много-много лет соблюдает, он такой думает, сейчас я еще вот это сделаю, и Всевышний говорит, вау, как мне это дорого, и как мне это приятно. Теперь, мы уже поняли, да, почему нужно для Всевышнего вот это разделение, да? Мы как части одного целого, мы части одного механизма, и без вот этого вот целостности, мы как просто детали раздельные, да? И только Тора, она, грубо говоря, нас всех сплочает. Дальше мы видим, что царь Шломо упоминает такую речь, ой, такую речь, что царь Шломо, он говорит, и сына обучай, чтобы он шел путями его. Что это значит, да? Почему ему нужно идти путями его? И что значит эта фраза? Видите, эта фраза показывает, что у каждого есть свой путь. И эта фраза показывает, ты обучи своего сына, но у него есть свой путь. И не расстраивайся, если он вдруг не пойдет по твоему пути. Это если вдруг родители расстраиваются, да, что сын не идет нашими путями, сын не идет путями Торы. Не страшно, мы принимаем его любым. Царь Шломо говорит, пусть идет своим путем. Ты не знаешь, какой у него путь. Ты не знаешь, что он должен сделать в этом мире. Мы не знаем, что мы должны сделать в этом мире, да, не заставляй его. У нас на шаббат в гостях был парень, который был хасидом Гур. Хасид и Гур – это очень устрожающие, соблюдающие евреи. Да, они там очень-очень скромно и серо одеваются. У них там кнопочные телефоны, они не пользуются интернетом. Ну, в общем, по ним прям видно, что очень соблюдающий человек. Ну, очень, да, вот. И вот он у нас был в гостях, и он говорит, я стал хаббатником. Мы такие, вау, ты стал хаббатником, круто. И в тот момент, когда он принял, да, решение, он тогда, это было на Пурим, знаете, когда на Пурим веселятся. И для него это было, он когда увидел вот эту, да, тусовку, он говорит, а что еврейство может быть таким? Я хочу посмотреть, я хочу попробовать, да. И таким путем хаббатники, празднуя Пурим, они его приблизили к себе. Теперь понятно, что родители, которые там, хасиды гур, для них сын хочет от нас уйти к хаббатникам, что? И он говорит, что его папа три года с ним не разговаривал за то, что сын не бросил религию, да, как таковую. Он просто решил, он понял, что хаббат близок его душе, да, что тут не такая серость, да, хаббат более открытая. Мы говорим, что мы должны там распространять Тору, мы должны не закрываться от интернета, мы должны использовать это во благо, мы должны не закрываться там от того, чтобы одеться красиво, да. А наоборот, открыться и одеться, и показать, что иудаизм — это не закрыться, это наоборот, и восхвалять имя Всевышнему вот так, чтобы все видели, что это красиво. И он сказал, что это было моё. Папа три года не разговаривал с сыном. Я могу понять тоже и папу, да, это как бы ты старался, вкладывал с сына, и тут он ушёл. Но сын же не ушёл куда-то в другое место, да. И царь Шломо очень красиво вот этому отцу, он ему говорит, ты сделай всё, что ты можешь, но твой сын пусть идёт своим путём, да. И вот так вот хочу ещё завершить, что это очень классно и здорово, что в иудаизме есть столько течений, что каждый может выбрать для себя, да, то, что ему по душе, то течение, которое ему по душе. Более того, течение в основном не так уж и отличается. У каждого, да, своя основа, это там Тора, Китсуршульханарух, да, это одна и та же цель, да, служить Всевышнему, приближаться к Нему, восхвалять Его, да, и быть просто с Ним. Одна и та же цель у каждого течения. И то, какое мы выберем, да, это уже, как говорится, наше. И сейчас тоже можно наблюдать картину, что есть те, которые между собой не очень дружат, да. Нет, мы правы, нет, я больше соблюдаю. На самом деле эти все споры, они не нужны. Всевышнему просто нужно наше, как бы, присутствие к Ним, да, чтобы мы открыли своё сердце, мы сказали, мы хотим жить с тобой, мы хотим делать тебе приятно, потому что заповеди, которые мы делаем, да, это как своего рода проявление любви к Всевышнему. Всевышний, ты видишь, я знаю, что тебе приятно, когда я скажу благословение на это яблоко, и я скажу это благословение, да. То есть я хочу сделать тебе приятно, это и есть любовь, и так я проявляю свою любовь. И пусть у нас с вами будет получаться проявлять любовь ко Всевышнему, так как этого хочет он, а не только мы, потому что основа всех отношений — это делать не только то, что мы думаем будет приятно, но и то, что будет приятно другому, да. И надеюсь, то, что мы будем делать, будет приятно Всевышнему. Вот, и вот такой был у нас маленький эфир небольшой, надеюсь, был полезен. Всем спасибо большое за компанию такую, и до следующих встреч. Я вернулась. Вот. Пока-пока.